Начали с Клинтона, разговор свёлся с соединением личных счётов между двумя господами. Я хочу сказать, Соединённые Штаты, нам всем это понятно, агрессивное государство, самое агрессивное государство в мире. Все проблемы в мире, если не будет Соединённых Штатов, всё будет тихо. Значит, политика внешней России должна быть направлена на уничтожение этого государства. Ужас какой. Да, да, да. Уничтожить его в войне внешне невозможно. Его только на своей территории можно поразить. Наша разведка в советские времена была всемогуща. Где она сейчас? Почему Трамп воздвигает стену на границе с Мексикой, а мы не помогаем Мексике, чёртовой матери, разрушить Соединённые Штаты и оттяпать те территории, которые в своё время Соединённые Штаты забрали у Мексики? Мы занимаемся подрывной работой? Нет. Мы всё время оглядываемся, что скажут Соединённые Штаты. И наш президент оглядывается, и все постоянно. Ах! Они нас оправдывают, как прекрасно. Но господин Лимонов воевал во многих странах, захочет, поедет. Я хочу сказать, что это правильный подход. Есть враг. Сколько можно дискутировать, враг это или нет? Конечно, это враг. Посмотрите, как они себя ведут. О чём разговор? Я, в отличие от двух этих господ, тоже жил в Соединённых Штатах более пяти лет. Я не был в высоких сферах, ни в каких компаниях не работал, ничего зарабатывал. В старческом доме дерьмо за стариками первое время убирал. Потом строил стены кирпичом и так далее. Обкладывал очень хороший из меня каменщик. Я хочу сказать, вот мне совершенно ясно, что эта страна будет жить, мешать всем остальным, доколе она существует. В прошлом мы знаем, мы знаем, знаете, как Карфаген досаждал Риму. Выходил Катон, кто там, младший или старший, не помню, и говорил, Карфаген должен быть разрушен. Давайте нацелимся на это. Где наши судоплатовые, где наши органы, всемогущие, которые занимаются чёрт знает чем, гоняют, там, навольнят по 26 апреля, вместо того, чтобы сейчас возбуждать этих мексиканцев. И всё больше и больше. Они хотят обратно к Калифорнию. Понял. Почему я говорю, не шутите насчёт Трампа? У меня вчера Рейли сделал замечание. Я показал, как Дэхилл... Как Дэхилл процитировал господина Никонова и сказал, что русский политик признал, типа, что Трамп-то наш на воскресенье. Я сказал, ну, нам что, для американцев теперь ставить кавычки, когда смеются, что ли? Ну, понятно, что ирония была. Нет, нам на голову было. Спасибо.